Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает передача «Мужчина и женщина». У нас в студии женщина, замечательный доктор Елена Колс и я, ведущий этой программы, Анатолий Червец. И мы с доктором Колс сегодня попробуем разобрать очень интересные, важные проблемы, которые рассматриваются мужчинами и женщинами из разных ракурсов. Добрый день, доктор. Добрый день, добрый день всем, кто нас слушает сегодня. И я хотела, Анатолий, предложить такой вот, не знаю, может быть, разговор или обсуждение. Сейчас на Фейсбуке, особенно, в общем, в социальных сетях, очень агрессивно, я бы сказала, обсуждается чей-то пост, не помню чей, но это неважно, главное в смысле, что про Сократа. Доктор, вы не поверите, у нас уже есть звонок. Боже мой. Они, экстрасенсы, еще не знают, что будем говорить. Ну, верно. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Вот лучшие умы, как бы, думают о том, вот какая разница между человеком, хомосаписом и животным, но их объединяет или нас объединяет неоспоримое чувство продолжения размножения и так далее. И вот, как человек возник, не то говорят язык, не то труд, не то с неба, не то, собственно, сами продолжить язык. Но вот это чувство продолжения рода, оно обязательно и не грех, не грешно. Но чувство, почему, вот человек от животных практически ничего не отличает, или по-моему, зависимость от каких-то как. Но чувство, вот, удовлетворение, оргазм, называйте, продолжайте это название. Почему только это, ну, чувство, человек. У них все, понятно, никто и животных не считает, не пишет стихи, но зачем мы это чувство нужным? И не оно ли, причем, что раньше было курица-лицо, не оно ли было предстечьей возникновения человека. Ну, дальше там уже стихи, любимые мы, воины и так далее по тексту. Спасибо большое, спасибо, сейчас попробуем разобраться. Да, наверное, весьма сложно, но, тем не менее, ну, давайте вернемся. Давайте вернемся, а потом обслужим, обсудим то, что предложил человек. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, телефон в студии 847-400-5200. Так что слушайте, задавайте вопросы, высказывайте мнение, будем общаться. А пока прошу вас. Так что, вернемся к Сократу или будем уже годных? Давайте попробуем насчет Сократа сначала. Хорошо. Значит, ну, я надеюсь, что все радиослушатели знают, кто такой был Сократ. Это был великий философ, многодетный папа. Вот, и он любил выступать на площадях перед простым народом и задавать сложные и достаточные вопросы своим современникам. И один из таких вопросов вызвал вот и раньше, когда он это задал, и потом, и сейчас, когда его снова подняли, большую бурю всяких взаимоотношений, разрывов взаимоотношений, руганий. Ну, нам лишь поругаться, так я понимаю. Ну, это, во-первых, во-вторых, по-любому, то есть, такие высказывания приводят все-таки вот именно к таким бурным спорам, потому что есть о чем поговорить. Так что давайте попробуем обсудить. Ну, в общем, вопрос был такой, что если, допустим, случилось какое-то несчастье, там, пожар или наводнение, или, в общем, что-то такое, да, бомбежка в наше время, и у вас есть возможность спасти только одного человека в своей семье, кого вы спасёте, жену или своего ребёнка. И вот тут мнения граждан и тогда, и сейчас резко разошлись. Ну, я не знаю, как, что думают наши радиослушатели. Вот тогда, значит, была очень такая большая полемика. Основная масса, кто принимал участие, сейчас принимает участие, считает, что нужно спасать ребёнка, потому что как же это ребёнок. Вот, а жена там сама как-нибудь выкарабкается, может быть. А Сократ тогда вот сказал, что я спасу свою молодую жену. Мы погорём вместе, и она родит мне ещё детей. А если я спасу ребёнка, то горе будет и мне, и у меня не будет подруги, да. А горе будет ему, потому что у него не будет матери, и он даже своим видом просто будет мне напоминать вот об этом решении, об этой трагедии. И сам ребёнок может потерять и братьев, и сестёр, и, ну, в общем, и может, я обзаведусь другой женой, это будет мачеха. То есть это может быть, опять же, не самый лучший вариант, который не сможет его любить, моего сына, так как мать любила. И, в общем-то, ну, и вот сейчас что происходит, вот этот вопрос задаётся многим-многим-многим людям. Вот давайте послушаем, что наши радиослушатели думают по этому поводу. Уже ничего не думают. Дорогие друзья, я вас очень прошу, если вы уже дозвонились, пожалуйста, оставайтесь на линии, или просто, ну, если вам нечего сказать, а вот есть. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, а принимается такой ответ на этот вопрос? Спасти жену и ребёнка, выдолкнуть их куда-нибудь, а самому остаться? В любом случае, я спасаю двух человек, да, себя и одного члена моей семьи. Можно, представь, распасти двух членов моей семьи вместо себя? Ну, наверное, можно, просто у Сократа не было такого вопроса. Потому что он не подумал так хорошо, как я. Это другой уровень. Ну, и потом вы у вас... Женечка, спасибо всего. Безусловно. Да, это хороший вопрос, хорошая теория. Без вопроса. Ну, во всяком случае, опять же, вот в Фейсбуке и в сетях очень много всяких ответов, и там есть один ответ, который мне очень понравился. Это одного очень пожилого мужчины, вот, и, значит, который вообще половину не слышал, что там происходило, только слышал, что все орали, чуть ли не дрались, шумели и всё такое. И, значит, спросил, значит, в чём дело-то? Вот. И тут ему, значит, ну, рассказали, о чём идёт полемика. Вот. И он с женой жил более 40 лет. У него было три сына, вот, пять внуков, и они ходили друг к другу в гости. И вот, значит, этот человек, мужчина пожилой, судя по всему, призадумался, вот, и говорит, и что? Все сказали, что выберут ребёнка спасать, а я бы бабку свою выбрал. Дети, они гости в семье, вырастают, разлетаются из гнезда. Да, любят меня, и я их, мы ходим в гости, да только каждый оторванный ломоть, а я со своей бабкой и умирать буду. Ну, интересно. Может быть, это зависит от бабки тоже. О, вот я хотел сказать. Во-первых, нужно, вы же понимаете, что во всём, в любом уравнении должно быть как минимум, или максимум, только одно неизвестно, иначе получается лажа. Так вот, неизвестно в чём. Во-первых, что из себя представляет жена, и как она относилась во время, вот, до того, как произошло несчастье, как она относилась к своему мужу, раз. Дальше, дети. Если они совсем маленькие дети, ну, скорее всего, они ещё не успели принести никакого вреда. Но, если это дети, которые немножко постарше, ну, вот сидишь и думаешь, ага, это меня пилит постоянно. А ребёнок всё-таки как-никак кто-то, ну, принесёт, может быть, стакан воды. Может быть, и нет, может, тогда с вас горстинг-холм. Ну, тогда придётся ставить, делать ставку на самого себя, и просто спасаться в первую очередь. Нет, ну, это всё шутки, но, если честно, вот смотрите, что вам говорят в самолёте, вот, перед тем, что самолёт взлетает, да, они говорят как, в первую очередь, оденьте маску на себя, а потом уже думайте о детях. Правильно или неправильно? Ну, скорее всего, правильно, потому что если вы потеряете сознание, ребёнку некому будет помочь. Окей, поэтому, ну, да, то есть, ну, тут, получается, оно вроде бы не та же самая ситуация, но в то же время учит тому, что всё-таки спасать нужно, ну... Самого себя. Самого себя, вот. Теперь, в отношении детей. Вот вы говорите, ребёнок там, или этот человек сказал, да, ребёнок, он гость в семье, он там распахнул, выпорхнул из гнезда и улетел. Но вопрос ведь в чём? Ребёнок – это человек, который в дальнейшем продолжит ваш род, особенно, если это ребёнок мужского пола. Бабка вряд ли сможет родить ещё одного ребёнка. Поэтому, получается, что, опять же, чем человек, о чём человек больше заботится? О продолжении рода, о компаньоне, который составит ему пару старостей, да? То есть, это действительно философский вопрос, и тут я не думаю, что здесь есть правильный ответ, честно. Вот не думаю. Есть ответы моральные, есть ответы, может быть, эгоистичные, но правильный ответ вряд ли, потому что тут очень спорная ситуация. Безусловно, мне кажется, тоже это всё зависит от взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. То есть, как по тому анекдоту, что всё равно тебя сразу прибил, я бы уже стервила давно. Да-да-да, уже выходил. Самое интересное то, что сколько мужей, давайте говорить так, сколько мужей каждый раз при ссоре сидят и думают, «Господи, хоть бы ты уже сгорела, да? А тут на тебе, тут тебе вот стихия и вспомогательный инструмент». Поэтому, шутки в сторону, но это действительно, мне кажется, что вопрос философский, но это всё зависит от взаимоотношений в семье, всё зависит от того, насколько... Я не знаю, может, у наших радиослушателей есть какой-то свой подход, своё решение к этому. Да, было бы интересно послушать, потому что это действительно интересный вопрос, который заставляет, по крайней мере, человека задуматься. Ну, в общем, да, но в конечном итоге, ну, как сказать, когда женщина выходит замуж, значит, мужчина... Вот у нас появился, наверное, какое-то мнение. Мужчина – это её проект. Ага, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Ну, типа того, наверное. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. На самом деле, в том, что ответ фактически её ответа не имеет. Форма спасения работает на инстинктах. То есть, в тот момент, когда происходит, как вы говорили, там, пожар, нападение, вы даже не успеете подумать, кого вы будете спасать, жену или ребёнка. Это первое. А теперь последнее. Возможно, что, когда вы спастёте жену, она вам может и не простить за то, что вы спасли её, а не вашего ребёнка. Есть младители такие, которые, в общем, да, ему жизнь ребёнка дороже даже собственной жизни. Вот и всё. Спасибо. Ну да, безусловно. Очень интересное мнение, действительно. Спасибо большое. Ну, вот поэтому и разгорелись такие всякие вот страсти, которые обсуждают, кого же спасать. Вот. Ну, лучше не гореть, я так думаю. Вот. Во-первых, лучше не гореть. Вот у нас есть ещё один звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Сбрасывайте, а вы знаете, кроме детей и жены, у меня ещё есть прекрасный код, которого я никогда в жизни не оставлю, и нигде не с тобой заберу в кармане. По-любому. Вот тоже есть ответ. Это тоже мнение, кстати. Имеет право на существование. Поэтому для некоторых мужчин, я так понимаю, животное это намного дороже. Ну, для женщин, наверное, тоже. Почему-то кущим. Ну, просто позвонил мужчина, поэтому вполне возможно. Но вот с чем я абсолютно согласен с предыдущим звонишем, это то, что действительно есть вариант того, что жена в дальнейшем может не простить мужу тот факт, что он не спас её ребёнка. Вы знаете, когда, ну, много лет назад, когда я училась, по-моему, ещё в медицинском институте, потому что потом я уже не занималась акушерством гинекологии, только, что говорится, в медицинской школе, у нас тоже было очень много всяких вот разговоров, когда в момент... Ну, это было очень давно, поэтому сейчас, конечно, медицина стоит несколько по-другому. Ну, тем не менее, сейчас это тоже происходит. Да, но сейчас, но тогда, значит, обычно, как бы, если какая-то ситуация, когда преждевременные роды, что-то там такое тяжёлое, задавали всегда вопрос, кого спасать. У мужа спрашивали, кого спасать, жену или ребёнка. И, насколько я помню, муж всегда отвечал ребёнка. То есть, в большинстве случаев, во всяком случае. А вот сейчас у нас так интересная ситуация. Я вот родила, а мол, мне не понравился, вообще не хочу, чё я ходил 9 месяцев. Я могу его убить, своего ребёнка. И согласие мужа мне на это абсолютно не требуется. Абсолютно, да. Я считаю, что это вообще... Ну, это вообще дикость. Вот, но, вы знаете, я вот, кстати, вот вы сейчас сказали про именно вот эту ситуацию, да, и я опять же вот задумался, вот клянусь вам, не знаю, может быть, не дай бог, конечно, стучу себя кулаком по голове, но, не дай бог, оказавшись в такой ситуации, вот я не знаю, как бы, допустим, я себя повёл. Честно. Это, наверное, вот человек сказал правильно, что если, не дай бог, что-то произойдёт, вы подумать не успеете. То есть, это, наверное, будет на уровне какого-то инстинкта, но я не знаю. Ну, вот из тех ситуаций, когда отец сохранял ребёнка, а мать уходила, в общем-то, насколько я помню, правда, это, опять же, было очень много лет назад, я сейчас не знаю, как это решается, наверное, это не так сейчас актуально стоит, как тогда, в общем-то, не очень всё хорошо складывалось с этими детьми, в общем-то, понимаете, при том, что вроде как им сохранили жизнь, то есть их надо действительно было воспитывать, и Сократ, наверное, прав, что там будет и мачеха, наверное, и внимание, и всё, всё-таки отец – это отец, мужчина, а мать – это мать, особенно первые там 3-4-5 лет, это очень важно для ребёнка иметь мать, настоящую хорошую мать, тёплую, вот, и не очень счастливые получались дети при решении такого вопроса. Ну, вы знаете, я ещё, то есть тут, опять же, может быть, вариант другой, то есть, вот, не знаю, я думаю так, что если есть реальная возможность, допустим, спасти жену, то есть реальная возможность, не то, что вот мы можем попробовать там или тут, не знаем, что получится, но, по крайней мере, попробовать мы можем. Если есть реальная возможность спасти жену, наверное, ну, я бы поступил вот так. Почему? Потому что если убрать вот это понятие привязанность к ребёнку, её ещё нет, потому что этот ребёнок, вы его не знаете, он на вас ещё не смотрел своими глазами, он вам не говорил там «дэри», «маме» или там ещё как-то, а вот жену, неважно, сколько вы с ней прожили, но если вы на ней женились, если вы решили рожать ребёнка с этой женщиной, значит, наверное, вы её любите, то есть, вы её уже изначально любите. Ребёнок – это любовь, которая просыпается, наверное, потом, любовь к ребёнку, но первоначально это любовь к женщине, поэтому я думаю, что, наверное, так. Ну, если ребёнок зачат по любви, а не по несчастному случаю? Ну, если он зачат, не дай бог, по несчастному случаю, то меньше всего, я думаю, человека, мужчину будет интересовать, кого будут спасать. Ну, это да. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что вот это достаточно сложный вопрос и зависит от очень многих вещей, особенно от воспитания в детстве, потому что, ну, женщины очень часто любят манипулировать, они чаще, по-моему, манипулируют, чем мужчины своей половиной. Ну, конечно. А вот у меня к вам встречный вопрос. Давайте мы перевернём, как говорится… А, оставить мужа? Мужа или ребёнка? Ну, если можно мужа спасти. Вот как женщина. Вот у вас ребёнок, у вас муж. Ну, всё. It depends on муж. Я понимаю, но вот интересно, потому что с мужской точки зрения я как-то могу это понять. С женской точки зрения я это лично понять не могу, поэтому вот для этого у нас есть вы. Вы знаете, если… Ну, я, может быть, не права. Пусть меня радиослушатели поправят. Если в семье у женщины и мужчины очень тёплые отношения, если они действительно друг к другу сильно привязаны, я бы пошла замужем в этой ситуации. Потому что, конечно, ребёнку это ужасно, ну, то есть никто даже этого не оспаривает. Ну, да. Но с мужем, допустим, меня связывает. Ну, я имею в виду хороший брак, понимаете? Да, 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 конечно. Где-то гуляет, в канаве спит, я его тащу на себе домой. И просто для того, чтобы быть при мужике, я всё это делаю, да? Вот я имею в виду хорошие отношения, дружеские отношения, когда у нас есть эмоциональный баланс друг с другом. А эмоциональный баланс, он не строится, в первую очередь, на, так сказать, что говорится, сексе. Он строится на очень многих других вещах. А секс или любовь, она идёт последняя. Там считается, если не ошибаюсь, шесть ресурсов, главных ресурсов общения. И, значит, это как материальные блага, только насколько успешно семья живёт. Вот они там не дерутся за кусок хлеба, да, они друг другу помогают. Вот, это как они друг другу вот именно помогают, оказывают друг другу услуги. То есть не я тебе должна бутерброд приносить в кровать, да? А ты мне тоже кофе принеси. Не-не-не, не я тебе должна, а ты мне. Нет, мне кажется, что услуги должны быть взаимными. Да. Понимаете, это просто сейчас эти все феминистки считают, что мужиков нам не надо, мы и без них обойдёмся, без них мы не обойдёмся. Вот, и проблема заключается в том, что, к сожалению, а может, к счастью, всё-таки мозги у женщин и поведенческие реакции, и мужчин абсолютно разные. И если бы не было мужчин, я об этом много раз говорила уже в нашей своём программе, что если бы не было мужчин, то не было бы ничего, не было бы ни самолётов, ни машин, ни велосипедов, ни компьютеров, ни интернета. Ну, практически ничего не было. Не было, наверное, 90% всех произведений искусства и картин, и музыки. Всего бы этого не было, потому что это всё создали мужчины. Женщины там между ними там зачесались, но они не являются ведущими. Да. Как говорится, что женщин больше умных, чем мужчин, но гениальных женщин не бывает. Ну вот, поэтому второе, то есть третье, это информация. То есть как люди в семье, вот в каком-то союзе обмениваются информацией. Не просто я пришёл с работы, там, лёг на диван, смотрю футбол. Они обмениваются, они, я расскажу тебе, ты расскажешь мне. Конечно, делятся впечатлениями. Да, я по-своему смотрю на какое-то событие, да, высказываю своё мнение. То есть это обсуждается, это обязательно. И кроме того, я могу что-то одно читать, а вы будете читать что-то другое. И, ну, мы с вами... Это называется рациональная трата времени. То есть вы читаете одно, я читаю другое, потом мы друг другу быстренько пересказываем содержание, и там, и там мы успели. Значит, и четвёртое — это статус. То есть как мы позиционируем друг друга, то есть насколько мы боремся за власть в семье. Это ужасный пункт. Почему? Ну, потому что, когда люди... Ну, может, это я ошибаюсь, опять же, это моё мнение. А когда люди просто так, вот они выходят замуж, женятся, сначала это, так сказать, любовь, это какое-то влечение к друг другу, и часто сексуальное, и всё такое. А потом начинается борьба за власть. Тапки поставь туда. Я тебе что говорила, что ты должен идти... Вот иногда рекламу слышите, да? А я тебе что говорила, что... Любимый муж всегда должен быть рядом. Рядом, я сказала. Да, типа да. Вот. И вот это, с одной стороны, игра, ну, мне так кажется, а с другой стороны, это, в общем-то, не улучшает взаимоотношения, потому что, если я хочу выпендриваться перед своим мужем, или муж всё время выпендривается, вот он какой умный, вот он там, я не знаю, доктор наук, а я там уборщица где-то. Ну, во-первых, доктор наук вряд ли женится на уборщице. Вот. Значит, за что-то, что-то во мне его привлекло, правильно? Да. Вот. Поэтому всегда раньше говорили, что лучше, если люди женятся как бы из одного круга. Конечно. Тогда у них... Равноправный, равноценный брак. Да. У них как бы своё видение вот положения той или иной проблемы, положения женщины-мужины в семье, и их это не мулькает, что говорится, потому что они одинаково на это смотрят. А если вас влечёт только чисто сексуальности, то есть, что вы думаете? Это буквально какая-то вещь, там длинные ноги, голая попа и волосы, так сказать. Если вас это привлекло, ну-таки зачем для этого жениться? Для этого в Голландию. На улицу красных фонарей. И вот из этого первого, когда если власть, что говорится, в доме поровну, а не тогда, когда мама говорит одно ребёнку, а папа говорит другому, и ребёнок прекрасно знает, сейчас он побежит к папе, а папа ему там скажет по-другому. Или наоборот. Вот мама скажет, да брось ты этого осла, козла, вот делаем так. У моей внучки есть футболка. Если мама сказала нет, иди спроси у бабушки. Ну, во всяком случае, нужно, чтобы, мне так кажется, что нужно, чтобы люди, в общем-то, мужчины и женщины, чтобы они в этом не боролись за власть, потому что нету одной фигуры более властной в семье. Есть папа и мама, муж и жена. И один ответственный за одно, другой ответственный за другой. Ну, это моё мнение. И отсюда идёт пятый пункт, как бы ресурс общения, это уважение. Потому что если я ценю, допустим, способности своего мужа, как он решает проблемы, как он содержит семью, как он работает, я его уважаю. И он меня, соответственно, уважает, как я там готовлю, как я там убираю, или как я там всё организовываю. Дети в чистоте. Ну да, типа того, да? И уже после этого, номер шесть, идёт вот такое, как бы, ну, любовь-не-любовь, но вот это вот влечение, что этот человек мой, понимаете, вот он мне нравится. Вот всё, что он не скажет, я одобряю. Всё, что он делает, я тоже одобряю. Вот он мне говорит, сделай так, я буду делать так, потому что я считаю, что это правильно. Ну, я вам скажу такую вещь. Вот абсолютно всё правильно говорите. Ну, вы понимаете, да, что если это пожар, то к тому времени, пока мы всё это дело вычислим, уже сгорят и жена, и ребёнок. Вы знаете, у нас есть головной мозг, в головном мозге есть зона, называется гипоталямус и амигдаля. Значит, она решает за полминуты до вас, что вы сделаете. Она сама решает, она вас не спрашивает. Она уже решила, и после этого вы действуете. А вот как она решит, это зависит от вашего воспитания. От всей той программы, которая была заложена перед тем, как. И потом вы как-то поступаете, это во всём, это не просто в данной ситуации с пожаром, это вообще в любой ситуации. Бросаться, допустим, вот едет машина, вы броситесь спасать ребёнка, который, там, старушку, которая под машину сейчас может пойти, или вы будете подождите, посмотреть. Это решается тут сразу, за полминуты до того, как вы кидаетесь под автомобиль. Тогда вопрос, как к доктору. Вот то, что решает гипоталямус, это называется инстинкт, рефлекс или это безусловный рефлекс? Вы знаете, я, пожалуй, не смогу однозначно ответить на этот вопрос, потому что это не... Это решение, которое ваша главная принимает. И в разных ситуациях, если бы это был рефлекс, в разных ситуациях вы поступали бы одинаково. Это неосмысленное что-то. Я считаю, что это бессознательное действие, когда у нас бессознательное более выражено, оно больше просчитывает много-много-много всяких вариантов. Говорят, что оно связано со Вселенной, и оттуда ещё получают определённую информацию. И поскольку это всё происходит со скоростью света, вы ещё моргнуть не успели, а уже решение пришло. Тогда вопрос, а как решить, что вот это решение есть правильное решение? А вы не будете думать. Вам не скажут, вот, вы не сядете, говорит, так, так что же мне сделать? Это инстинктивно вы кидаетесь под этот автомобиль спасать старушку. О, видите, вот вы сказали, это инстинктивно. То есть, это инстинкт тогда получается. Я не знаю, но это я так сказала, может быть, это не инстинкт, потому что, повторяю, в другой ситуации, с теми же самыми ингредиентами, вы можете поступить по-другому. Почему я спрашиваю? Потому что очень часто мы своим детям, по крайней мере, я своим детям говорю так, думай перед тем, что сделаешь. Думай. Так вот, теперь вопрос. Если человек, если человеком управляет, ну, условно скажем, гипоталямус, тогда как знать о том, что этот человек, понимаете? Давайте мы на этот вопрос попробуем ответить после рекламы. Хорошо. Продолжение следует...